всем привет сегодня продолжение 2d игры мы будем делать окружающий мир он будет состоять из наших пиксельных изображений которые мы сейчас закинем давайте создадим мир это у нас будет зайдем сюда и закинем наше изображение в данном случае вот у меня большой вид всяких и все закину так сразу не забываем что нам сделать надо apply paper today texture settings чтобы они вот такими прозрачными стали давайте еще закинем сюда некоторые модельки это вот у меня деревья есть разного вида повторяем то же самое применение давайте также есть еще то есть ваш мир будет состоять из многих элементов так вот я закинул бэкграунд бэкграундов конечно желательно побольше различного вида но достаточно так мы начнем допустим самого бэкграунда также делаем и пэйф на всякий случай хотя он не нужен здесь прозрачности метку но это не важно далее мы создаем из этой текстуры наш тайл сет заходим в тайл сет смотрите когда мы будем выделять и у нас появляется белая рамка это по сути выделения но видите белая рамка у нас не дошла до конца хотя я выделил это означает что у нас ставил сайс неверный все зависит от изображения в данном случае у моего изображения тайл сайс равняется 16 пикселям и вот рамочка у нас полностью выделяется то есть здесь уже смотрите как у вас создавал разработчик этой текстуры и есть некоторые нюансе кида тут бордером и margin допустим если у вас какие-то отступы имеются до слева сверху или там других местах допустим слева у нас отступ 20 и видите у нас появляется черная полоса то есть за ней я уже вы выбрать не могу она начинается с этой точки то есть если у вас какие-то рамки есть черные ненужные которые вообще не нужны вы можете их прямо здесь и ограничить все остальные как таковые не имеет смысла в данном случае я их уже объяснять не буду здесь сами уже потыкаете и посмотрите что интересного можно еще сделать добавить и так ладно на это я не буду объяснять чуть позже объясню давайте возьмем какую-нибудь часть вот допустим эти камни это текстуры камней как видите у нас размер 288 на 203 336 делаем create tileset заходим и здесь тоже у нас ставил сайс неверный ставил сайс до для данной изображения составляет 16 и вот сейчас я могу как раз таки этот камень полностью выделить если что вот проверяем на каких-то других мелких элементах видите они уже у нас полностью выделяются значит все верно теперь мы смотрим единственное здесь смотрите проблема там и в персонажей когда анимации делали да мы выделяли что-то и создавали далее коллизию здесь коллизии как таковой нету когда мы нажимаем на одну ячейку коллизия появляется я не знаю видимо разработчики пока еще не дошли до этого либо просто не хотят доделывать то есть мы могли бы просто выделить весь наш элемент и создать для него общую коллизию но видимо не так все просто здесь мы добавляем допустим боксовую коллизию можем естественно сдвинуть ее да это одна из самых противных вещей создание коллизии для каких-то элементов потому что вот они очень портят вот этот весь всю прелесть создание 2d игр теперь вот все вот так вот мы делаем давайте дальше я просто боксы добавлю и со всех сторон в принципе достаточно здесь я уж не буду заморачиваться то есть вот так добавляется коллизия редактируется ну и так далее все что необходимо делается сохраняем здесь есть несколько видов коллизии но как таковые я особо ими не задавался есть полный коллизии коллизии бокс тут ограниченные там в общем режим как-то как усадки я не знаю что за эти режимы но это надо чисто прям какую-то модель взять улазить и потыкать необходимые уж эти действия ну давайте еще одну какую-нибудь создадим что-нибудь в виде что здесь у нас вот давайте ее возьмем вот этот тайл сет здесь мы допустим также выравниваем наш тайл сайс чтобы мы могли вот корректно все выделять здесь тоже у нас 16 грибочки все отлично выделяется ну давайте вот на этот грибок мы добавим коллизию и посмотрим как корректно он будет отрабатывать или нет так это у нас но здесь у нас полная будет мы под него залезть не сможем потому что он будет у нас маленький а давайте здесь будем полную коллизию проверять просто не перемещая ну и создадим вот допустим вот на этом тоже коллизии чтобы персонаж на наш мог ходить по ним так но здесь особо нет смысла ну ладно поставим их тоже так вода у нас без коллизийная но если что можно вот сюда добавить на дно как будто бы она не такая глубокая хорошо мы проверили сейчас быстренько саму карту создадим на этом пока хватит у нас вот три штуки готовы мы можем сделать это как отсюда да то есть мы можем создать тайломап нашу ну либо выбрать какой-то тайлсет и создать из него то есть тайломап точнее не из него а вообще из по сути всех тайлсетов вы там увидите где они переключаются пусть это у нас будет тайломап под названием тм мап заходим в нее и она у нас маленькая в данном случае из-за того что у меня вот эти ячеечки по 16 нам нужно настраивать тайл нашего нашей ячеечки 16 на 16 если у вас имеется другой тайлсайз ваших этих сетов да то здесь надо уже вставлять какую вам необходимо вот эти две сначала обязательно настраиваем ну и далее мы из-за того что видите очень маленькое значение карты всего 4 на 4 пикселя точнее тайла мы их будем увеличивать вообще вы можете их увеличить в любое время то есть то есть допустим создали карту и она у вас оказалась маленькая вы увеличиваете но лучше увеличить сразу заранее давайте напишем пусть будет 300 какое нибудь значение да то есть вот она длинная даже можно больше пусть будет 2000 вот достаточно я думаю длинные карты хотя вот максимальная 1024 вообще ну и значит высота такая же максимальная 1024 но мы ее выставим половину пусть это будет 512 и у нас вот такая вот карта получается которая заполняется заполнять очень долго конечно тоже одно из самых сложных действий все это разрисовать как необходимо вот здесь есть такой 9 9 куб кубиков здесь вы выбираете ваш стайл сет в котором необходимое действие то есть вы выделяете ту часть которую вам необходимо поставить если я выделю здесь вот она выделяется только вот эта часть и ставится здесь также вы можете выбрать какую-то ячейку вот она да чтобы все это не разукрашивать вы можете нажать full и она у вас разукрасит весь всю карту и здесь справа у нас есть layers то есть это по сути слои которые вы можете регулировать здесь есть добавить мы сейчас создадим новый слой вот он он находится поверх первого первый слой это у нас вот этот фон где просто какая-то образная сфера да сфера нашего это нашего неба допустим на слое 2 мы можем создать вот эту часть но уже в режиме paint чтобы мы могли выставлять какие-то значения вот из-за того что карта у нас слишком большая мы нормально не можем определиться для этого нам нужно хоть какое-то отправное значение пусть это будет вот тут это небо из-за того что карта большая вот у меня сейчас прям подтупливает это когда я нажимаю ну окей мы создали наше небо далее если мы еще раз нажимаем плюс у нас появляется третий слой здесь мы будем выбирать какую-нибудь следующую часть и допустим мы создадим нашу землю вот это наш земля будет и из-за того что карта большая он долго подтупливает нажимаем то есть для начала желательно конечно определиться с размером то есть если нам достаточно вот этого значения мы уменьшаем нашу карту и сейчас я кстати не знаю насколько он снизу снизу срежет или сверху вот это вот будет интересно так давайте здесь мы уменьшим пусть будет 300 и здесь у нас будет 150 так но он у нас обрезает именно снизу то есть нам начинать надо сверху давайте быстренько снова нарисуем наше небо на втором слое как у нас и было вот вот сейчас гораздо быстрее соображает так для нашей земли нам нужно создать коллизию потому что я там не дел то есть если вы будете вести вот вот так зажал и веду вот оно он рисует но есть некоторые пробелы там где у нас долго соображает то есть не быстро ведите а вот так вот медленно и у нас отлично все за краями у нас не рисуется далее можем также создать новый слой пусть это будет вот эта часть травы мы можем ее расположить здесь где-нибудь какие-нибудь вот такие вот кустики поверх нее давайте переключимся на камне то есть наши камни могут быть вот так вот поверх находиться либо мы можем создать под четвертым слоем это наша трава да то есть мы выделяем третий нажимаем плюсик и он как раз находится под четвертым и естественно он находится сзади травы и мы вот такой вот некие красивые части будем создавать выделяя ну то есть какая-то небольшая наша визуальная часть единственное смотрите четвертый слой у нас трава если мы на четвертый слой нечаянно переключимся и захотим поставить вот не знаю вот этот камень и как видите у нас этот камень затирает наш вот это вот эти кусты так что не забывайте если вы так нажали и у вас затерлось значит вы не на том слое рисуете ну быстренько вот это все создается что-то интересное кидается допустим хотите какие-то загадки сделать видите я забыл что у нас слой можно загадки на на каком-то расстоянии создавать допустим запомнить название слов букв точнее и соотнести в конце там возле двери какой-нибудь загадочку так теперь мы сохраняем все это но давайте я сейчас еще кое-что добавлю и вернусь уже к вам так так ну и все я добавил несколько элементов в принципе очень много времени потерем сейчас вытаскиваем нашу карту драг-дропом да на уровень и просто и давайте его настроим позиция 00 пусть будет 0 у нас является сверху карты для этого мы тогда ладно поднимем его ну вот так вот представим естественно смотрите наша карта состоит из определенного количества слоев и здесь между ними вот определенное расстояние это расстояние мы тоже можем регулировать это расстояние у нас находится вот separate pair layer то есть если сейчас у нас 4 значение мы можем его увеличить допустим на 8 представим что это нам самое подходящее значение и естественно оно у нас увеличивается то есть между каждым своем у нас появляется какое-то расстояние ну по желанию можно и побольше сделать чтобы можно было пролететь между каждым и посмотреть какие слои где находятся допустим первый слой у нас полностью покрытый второй слой у нас земля ну и какие-то элементы вот в виде травы да я там кинул третий слой у нас идет в виде деревьев то есть если вот больше сделать мы можем прям реальной камерой пролететь давайте это выставим в 200 и вот мы можем видеть каждый слой как находится вообще из-за того что у нас игра будет в ортогональном то есть мы персонажи наш персонаж есть камера да есть spring arm он по сути нам не нужен если мы камеру вообще переключим ортографический точнее режим не ортогональный у нас будет вообще по-другому все выглядеть все плоско видите и никаких изменений да то есть длин вы не увидите если вы включите старые режимы перспективу видим смещение наших слоев и это конечно будет очень сильно нам искажать значение видимость но и остается единственное что нашему персонажику оказаться так где у нас сам персонаж наш персонаж это вот этот ему нужно оказаться примерно там где находится с твой землей да то есть тот кто его поддерживает и мы можем бежать ну сейчас надо настроить капсулу опа вот здесь у меня оказалось я на траву поставил коллизию из-за этого такая такая история происходит так а там у меня что а здесь я землю перекинул на другой слой но это не рекомендуется делать видите вот такие вот изменения придется создавать то есть нам допустим сейчас надо будет коллизию в данном случае в данном случае это у нас находится вот вот здесь да вот вот это часть нам надо будет перекинуть на какой слой там это у нас первый на на третий на третий слой вот здесь вот создадим и давайте проверим как он бегает там естественно здесь надо будет убрать здесь тоже а почему-то я еще не сделал ну ладно перепрыгнем здесь у нас есть бокс у которого коллизия почему-то а ну нет нормально коллизия просто нужно корректно подбирать это так скажем части ускорения и так далее здесь я поставил такой мостик который тоже имеет коллизию ну и здесь у нас коллизия не отработала потому что она у нас находится вообще не на том слое где необходимо то есть вам обязательно перед тем как запускаться надо проверять чтобы коллизия была там где нужно в данном случае земля а на этом пока все ну в дальнейшем будем продолжать по чуть-чуть чихонечку делать в общем до скорой встречи всем пока 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 Продолжение следует...